Доброе утро, друзья! Такого простого вопроса, нужно ли делать какой-то обход по врачам перед тем, как отправить ребенка в детский лагерь оздоровительный? Значит, если ребенок здоров, то, как правило, так называемые лагерные комиссии дают разрешение о направлении ребенка в оздоровительный лагерь. Если у ребенка есть какие-то хронические заболевания, заболевания почек или заболевания сердца, лучше заранее подойти к специалисту и получить заключение, что противопоказаний к нахождению в лагере для ребенка нет. Ну, заранее-то на сколько? За полгода? Почему можно подойти сейчас на протяжении нескольких дней до посещения лагеря, чтобы специалист, если у ребенка есть патология почек, чтобы нефролог написал, что противопоказаний нет, по процессу идет стойкая ремиссия. Или гастроэнтеролог написал, что обострения в последние несколько месяцев нет, ребенок может находиться среди деток и получать обычное питание. А вообще скажите, Екатерина, какие справки нужно родителю предоставить в лагерь? В лагерь предоставляется форма 079У. Это форма одна по всей нашей стране, где написано состояние здоровья ребенка, группа здоровья, где описано, какие физические нагрузки может выполнять ваш ребенок, где даны сведения о прививках ребенка. Поэтому вот эта традиционная форма заполняется перед тем, как ребенок едет в садик. А сколько групп здоровья у детей? Пять групп здоровья. И, как правило, первая, вторая и третья группа здоровья, там есть подразделения, когда ребенок имеет хроническое заболевание в состоянии ремиссии, как правило, эти детки спокойно отдыхают в оздоровительных лагерях. Давайте немножко проговорим, что лагеря есть оздоровительные, где просто отдыхают здоровые дети. В этих лагерях могут проводиться санаторно-курортные смены, где идет не только оздоровление ребенка, но и лечебные процедуры. Но в таких случаях уже просят оформить санаторно-курортную карту. Карту. То есть что рекомендуется ребенку? Конечно. Ну а как определить? Лагеря ведь разные. Есть лагеря в горах, в Сосновом Бару, на озере или на море. Как определить, какой лагерь лучше подходит ребенку? Вы знаете, вот все факторы климата, которые оздоравливают наших детей, они полезны всем. Но детям с аллергией лучше всего это морской воздух. Детям, часто болеющих с проблемами дыхательной системы, конечно, лучше Сосновый лес. Но вреда не будет. И от морского воздуха. И от морского воздуха, безусловно. А родитель, отправляя ребенка в детский оздоровительный лагерь, в санаторно-курортный лагерь, какие документы должен проверить? То есть что должно быть в наличии у руководства лагеря? Какова сейчас технология запуска лагерей? Аккредитации или сертификации лагерей сейчас не проводятся. Но прежде чем открыть любой лагерь, его принимает комиссия МЧС, проверяет уровень безопасности, пожарную безопасность. И далее лагерь проверяет Роспотребнадзор. Это медицинскую безопасность, безопасность пищеблока. И составляется акт о том, что данный лагерь безопасен для пребывания детей в настоящее время. Мало того, администрация лагеря заключает договор на медицинское обслуживание лагеря с каким-то лечебным учреждением. И если у ребенка были какие-то проблемы со здоровьем, если ребенок имеет какие-то особенности, то, безусловно, родителям лучше пообщаться с медиком, дать вот эту минимальную информацию. Вы имеете в виду, что если ребенок использует какие-то лекарственные препараты, то эти лекарственные препараты нужно дать не с собой ребенку, а вот этому самому медику, который будет находиться в лагере. Оздоровительные смены, когда просто оздоровительный лагерь, никакие препараты ребенку даваться не должны. Если ребенок нуждается в лечении, тогда речь идет о санаторно-курортном лечении или о санаторно-курортной смене в простом лагере. Такие ситуации тоже бывают. Таблетки не должны быть в чемодане у ребенка, потому что та таблетка, с которой ваш ребенок знает, как общаться, для другого ребенка может быть опасна. Поэтому любые препараты не разрешаются в багаже у ребенка. Но у нас очень большая клещевая опасность. Нужно ли ребенку ставить иммуноглобулин в качестве профилактики? В качестве профилактики мы делаем прививки от клещевого энцефалита. И все детки, которые едут в наши уральские лагеря, администрация лагеря и медики настаивают на том, чтобы ребенок был привит от клещевого энцефалита. Эти прививки можно сделать в плановом порядке, начиная в любой из месяцев. Есть и экстренная профилактика, когда мы ставим две прививки с интервалом в 14 дней. И тогда любой укус клеща, он потребует введения иммуноглобулина. Но всегда мы имеем гарантию, что не будет каких-то тяжелых форм клещевого энцефалита. Дорогие друзья, да. Собирая ребенка в лагерь, озаботьтесь тем, что сказала заведующая детским отделением новой больницы Екатерина Туринцева. Эфир нашей программы продолжит коллеги. Сейчас мы передаем слово им. Программа события в эфире областного телевидения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова